всем привет сегодня у нас с вами на повестке дня в нашем видео выпуске тема наши едут в парагвай я давно хотел затронуть эту тему потому что хотелось поделиться с вами той глупостью тупостью людей десятилетиями ждавших возможности вырваться за пределы советского союза не диссидентов речь идет об инических немцах именно о них я хочу вам рассказать и эти люди десятилетиями ждали такую возможность наконец она появилась потом они ждали годами разрешения наконец-то у них это все вышло и не смогли кто-то полчаса кто-то с казахстана кто с россии кто с украины рвануть на историческую родину германию многие приехав сюда получали различные суды строили себе дома тут были сумасшедшие помощи денежные финансовые так далее в этой обдаваться не буду я хочу рассказать вам об одной маленькой такой фильм не маленькая достаточно шумная нашумевшие свое время скажем так финансовая лоханутая пирамида которую запустили два брата акробата по фамилии нойфель в начале 2000 годов я работал на заводе бмв и один из товарищей как-то ко мне подошел вы слушали тут такая фигня не хочет видеокассету посмотреть это что за видеокассета амбай что ли мне нету что это нет грязь нашим порога едут а на хрена туда и что они там забыли блюдут новые земли осваивать это как целина блин мы же с казахстаном стоп 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 я не сказал она поэтому процеду не рассказывать не надо я в этом отношении немножко не до разве хотя географию изучал ну возьми хорошо ладно фиг с тобой я взял видеокассету домой я посмотрел эту видеокассету в общем сама суть вот этой вот программы для лохов вот эти вот два брата как я уже сказал но и фельд приехав сюда из казахстана все искали пути обогащения в первую очередь собственной машины и наконец-то пришли к такой идее а почему бы нигде не взять где-нибудь в аренду землю на этой земле по настроить домов и начать сдавать их в аренду но в германии такое дело замутить довольно таки сложно и не знаю с какого рожна но вдруг они посмотрели на парагвай вот такая вот страна недоразвитого капитализма с высоким уровнем инфляции с высоким уровнем безработицы но программа заключалась в следующем каждая семья в общем они договорились они договорились там с премьер-министром этого парагвая с президентом этого парагвая о том что они возьмут в аренду землю для немецких переселенцев хотящих поднять сельское хозяйство страны там было очень много всяких нюансов которые нужно было выполнить прежде чем туда переехать прежде чем получить вот это вот разрешение на аренду этих огромных площадей огромных территорий недалеко от столицы асуньсион и пошли первые ласточки как они пошли эти товарищи во первых они запустили сумасшедшую рекламу среди русских немцев и понеслось для того чтобы получить в парагвае один гектар земли якобы вечное свое собственное пользование нужно заплатить 4000 евро с человека принимаются только семьи у которых как минимум два ребенка то есть на семью дается 4 гектара заплатить нужно за эти деньги за эти земли 16000 евро ежегодно вы с этих денег вот теперь слушайте и когда я услышал вот эту вот фигню от своего знамени от одного знакомого я даже видел своими глазами человека который 16000 евро перелел на счет вот этих вот гадов и мне доказывал ты говорит не понимаешь немецкие банки тебя облапошивают каждый день а это ты заплатил и тебе каждый год приходит 200 евро процентов каждый год приходит на счет веру саша вдумайся ты дал им 16000 они тебе пообещали каждый год выплачивали определенный процент сколько лет они будут выплачивать тебе эти 16000 причем процентов стоит 16000 подели на двести у тебя получится 80 лет тебе сейчас сороковник ты проживешь еще 80 лет дождешься того чтобы они или выплатили эти деньги обратно да хрен его знает что случится с этим долбаным парагваем через 5-6 лет сама идея создания колонии но и фельд как они называют колония но и фельд парагвая сводилась к тому чтобы запустить производство выращивания орешков макадамия это дорогостоящее производство дорогостоящие орешки очень сложно их производить во первых почему потому что орешек от семечки до плодоносящего куста растет в течение 7 лет ну а теперь ни для кого не секрет что вся вот эта вот контора колония но и фельд меньше чем через 7 лет схлопнулась сложилась вот так все ушла в ничто люди которые приехали туда а их там было поначалу около около 150 семей они приехали и жили в землянках они жили в палатках они ютились друг у дружки в деревянных бараках наконец-то когда из германии начали приходить на счета вот этой вот конторы но и фельд деньги у людей возникла возможность строить себе красивые осьенды естественно не за личные деньги потому что все свои личные деньги они отдали вот этим вот двум лохотронщикам а взяв суду на строительство осиенды с бассейном с гаражом и так далее люди уехавшие туда столкнулись с очень серьезнейшими проблемами ну во первых называя себя этническими немцами приехав сюда в германию оказалось что они по-немецки я есть работа примерно так большинство из них а тут блин надо учить испанский язык плюс дети обязаны ходить в школу и в школе общепринятая школьная форма как это так вы что мы за 20 лет после развала советского союза привыкли ходить в рванье привыкли ходить в школу красоваться кто в гучи кто в дольче габбана кто еще в чем а тут коричневая школьная форма строительство всех этих домов производилась за счет парагвайских фирм естественно они брали за это деньги естественно за все что там нужно было покупать и так далее нужно было платить в три дорога из 150 семей рванувших и создавших эту колонию но и фельд обратно в течение 3-5 лет смогли вернуться именно смогли вернуться около 35 процентов сбежавших из германии туда почему потому что приехав туда они обязаны были отказаться от немецкого гражданства и вот там у них начались припоны с немецким посольством чтобы вернуться им нужно было доказывать течение нескольких лет что до их облапошили да они блин на лоханулись но они все еще верят в могущество немецкой державы и хотят исправить свои ошибки все эти остальные люди которые там остались они так и не смогли добиться того чтобы у них пошло производство орешков макадамия масла этого ореха они смогли не добиться ничего через несколько лет после того когда создалась вот эта колония но и фельд в парагвае правоохранительные органы германии взяли под контроль все дела этой конторы и началось следствие причем следствие было не одно завелись очень много целая кипа уголовных дел и по этим уголовным делам фигурировали оба брата но и фельд когда они поняли что платить деньги придется обратно один из них написал заявление о том что он вообще тут не при делах да его обманули так далее ну немецкое правосудие но всех по головке плани ему вроде бы поверили его вроде бы сняли со счетов но второго старшего брата его закрыли на несколько лет конфисковали под берлином огромную виллу построенную за счет вот этих вот пащиков за счет денег огромная вилла стоимостью несколько миллионов евро во многих городах германии конфисковали квартиры которые он купил в собственное пользование собственность своей жены своей семьи и так далее и у человека не оказалось денег и вот тут как грибы поползли различные адвокатские конторы с предложениями помочь колонистам вернуть хотя бы свои деньги не говоря о том что вернуть их обратно как бы на историческую родину кто такие эти адвокаты это такая форма жизни которая приспосабливается к условиям повседневного вот это вот круговорота событий и ищет всегда свою выгоду очень тяжело найти адвоката который действительно будет честен со всеми людьми и честен с самим собой в основной своей массе адвокат взращен для того чтобы уметь поиметь выгоду из сложившейся ситуации несколько лет подряд тянулись различные вот эти вот дела адвокаты обещали 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 за каждое письмо которое посылает адвокат если вы не знали здесь в германии за каждое письмо от адвоката человек обязан заплатить 400 евро то есть вы приходите к адвокату вы просите чтобы он написал письмо куда-то в какую-то организацию начинается дело производства и тут за вот это вот письмо вы обязаны выплатить кругленькую сумму но да ладно что же стало с теми людьми которые остались там приняли парагвайское гражданство все еще верили в то что они смогут выстоять в этой беде они остались там действительно они уже вернуться в германию не могут у них во первых нет средств для того чтобы выехать они живут с горем пополам колония вот это вот она уже называется не но и фельд по моему райн ланд что-то такое но и кстати да затихли все вот эти вот их журнальные статьи у них же была даже собственная газета наши парагвай или или что-то земляки лишь такое перестали производить видеокассеты видеодиски с этими красотами парагвая сон такими вот ядовитыми пауками и змеями которые ползают по земле и готовы укусить любого люди настолько там обозлились на весь мир который просто якобы смотрел на то как они попадают в просаг и никто им не помог они не хотят уже ни с кем разговаривать они пытаются жить как-то по-своему но не забывая о том чтобы через интернет просить всех кто остался здесь будут знакомые или какие-то дальние родственники чтобы эти люди пересылали им туда финансы для поддержания более-менее какого-то уровня жизни я вам вначале сказал что парагвая сильнейшая безработица сильнейшая инфляция ну и вообще как говорится страна недоразвитого капитализма так вот практически практически все дела ранее заводимые по делу колонии но и фельд уже прикрылись потому что не имеет смысла вести тяжбу через адвокатов с вот этими вот людьми которые фактически уже давным давно отошли отдел кто-то сбежал допустим в америку кто-то убежал в израиль кто-то свалил в португалию хапнув хорошую сумму денег и естественно следов уже не найти может быть когда-то когда и возьмется какой-то адвокат за это дело чтобы действительно докопаться до изначального процесса с чего все это началось но согласно немецкому законодательству у вас практически нет никаких шансов на возврат денег если вы их отдали кому-то добровольно причем под расписку очень многие люди помимо того что туда поехал туда примерно 150 семей скажем так 50 потом вернулись обратно но другие то остались там только по одной германии несколько тысяч семей не человек несколько тысяч семей жилья в германии перевели деньги на счета вот этой вот конторы с целью ежегодных дивидендов то есть мы сейчас отдаем допустим 16 или 20 тысяч а в конце года каждый год мы получаем с этих денег проценты допустим 16 тысяч и не получали бы 200 евро процентов каждый год с 20 тысяч не получали 250 процентов и они считали что это очень выгодное дело очень выгодная сделка и классная прибыль и никто их не обманул как можно обмануть если пример допустим приехали из казахстана и ну все же жили в одной стране и приехали сюда надо же помогать друг другу я не спорю они помогали друг другу пока они жили в общежитиях вот для перемещенных есть такое понятие пока они жили в этих общагах они друг с другом общались друг другу помогали пойти туда запомнить тех где сюда запомните формуляры запомните эти формуляры пойти туда отдать там это да пока они жили там но когда они начали получать квартиры или а когда они начали строить свои дома, они тут же забыли, кто такой Вася, кто такой Ваня, кто такой Коля. А, этот что ли? А, который с Караганды? Тех, лузер, блин. Да, в принципе, это натура русского человека, советского человека, скажем так. Лишь бы, блин, тебе было хорошо, а другому плохо. И наплевать на то, что им плохо. И вот именно по такому принципу строилась эта колония Нойфельд. Они очень хорошо кстати на этом наварились. В тех видеокассетах, которые они распространяли, многие люди якобы приезжали туда в Парагвай типа, мы туристы, мы приехали отдохнуть. Но, ребята, какой отдых в Парагвай, если там на всю страну только одна речка и та, которая течет поперек этой страны? Там нет туризма. Парагвай это аграрная республика. Там ничего нормального нет. Там производство, там индустрия вся, можно сказать, наладом дышит. Какие вы нафиг туристы? Многие, которые жили там, обещали, думали в мыслях. Конечно, мечтать не вредно. Как говорят на Украине, дурак думкаю был один. Я выкопаю большое озеро, запущу сюда воду и буду разводить карпов и сазанов. И буду продавать рыбу. Я буду первым в Парагвае, кто занимается рыбой. Были такие, много людей было. Но, как я уже сказал, колония Нойфельд загнулась. Люди, увы, да, людей жалко. В первую очередь, жалко не тех баранов, которые, сломя голову, кинулись отдавать деньги и ехать туда, в Парагвай, якобы поднимать целину и жить на новой родине, как они это говорили. Жалко членов их семей. Жен, детей, матерей, отцов, которые повелись на вот эти вот уговаривания, увещевания о том, что им станет жить лучше, им станет жить веселее. Этих людей, которые вот это вот сделали и потянули за собой свои семьи, мне не жалко. Потому что, если они в школе никогда не изучали географию, то, извините, о чем можно вообще с этими людьми разговаривать? Ты хотя бы перед тем, как ехать туда, вот, блин, счастливый Парагвай, хоть бы посмотрел на карту, блин, между какими странами этот Парагвай находится, имеет ли он выход, допустим, к морю, или есть ли там какие-то озера, или еще что-то. Нет, они ехали за колючую проволоку. И жили за колючим, и живут до сих пор за колючей проволокой. Почему они это делали? Потому что все деньги, которые они вкладывали в эту колонию, но эффект они получили от немецкого государства за дарма. Вот просто так. Когда они в конце 80-х, в начале 90-х годов начали приезжать сюда, в Германию, им давались беспроцентные суды на строительство домов, на покупку машин, на покупку квартир, на подъем, и так далее, и так далее. И все эти суды, многие суды им прощались как репатриантам. Очень многие суммы прощались как репатриантам. Тогда государство немецкое имело деньги, имело возможность. Сегодня оно настолько уже растянуто в разные стороны то Албании, то Молдавии, то бывшей Югославии, то еще кем-то. Дайте нам денег туда, дайте нам денег сюда, и по факту получается, что немецкая казна скоро лопнет, потому что в ней денег не мало, а жить-то хочется. И вот эти вот люди, не понимая того, как тяжело заработать такие сумасшедшие суммы денег, отдавали эти деньги лохотронщикам, которые их, можно сказать, поимели. И причем поимели очень хорошо и очень умно. Тот человек, который занимался вот этой вот фигней и отсидел несколько лет, вот этот вот Нойфель, был судебный процесс, его посадили. Чем он занимается сейчас, мне в принципе неинтересно. Да мне вообще неинтересно именно то, как живут вот эти люди, которые остались здесь без своих денег. Ну вот сами посудите, придет кто-то к вам, вот тот же самый, Сережа Мавруде, скажет, слушай, блин, а что ты тут сидишь? А давай-ка я продам тебе еще акции, моей этой, как ее, ММН. Сколько? 20 тысяч. А что я буду с этого иметь? Ну как, ее акции? И вот человек, ничего не понимая, отдает этому новоиспеченному Сереже Мавруде 20 тысяч или 16 тысяч или 12 тысяч евро за какие-то бумажки. Там же люди отдавали, жиля здесь, по 16, по 20 тысяч евро за то, что якобы в Парагвае будет когда-то запущено производство орехов в Макадамии, производство масла этих орехов, сумасшедшая продажа, поначалу, первые несколько лет им обещались вот эти вот проценты по 200 евро в год, потом обещали поднять до, по-моему, до 10 процентов, это уже 1600, до 10 процентов в год дивидендов от продажи и так далее. И люди в это верили, люди в это верили, вкладывали свои деньги и теряли эти деньги. Потому что в данном случае, как всегда, оправдывается поговорка «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». И я хотел вам рассказать вкратце, насколько это у меня получилось сжать всю вот эту информацию, которая собиралась годами вот в этот видеовыпуск, судить вам. Это просто еще один пример того, как люди облакошивают других, выводя их при помощи лохотронных систем на раскошеливание. Не забудьте подписаться на этот видеоканал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, передать это видео своим родственникам, знакомым, друзьям, которые хотят сейчас вступить в какую-то финансовую пирамиду или беспроигрышную лотерею, пусть они послушают это видео и сделают соответствующие выводы. С вами был я, Владимир Козарчук, автор канала Old Dutchman. Всем удачи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин